здравствуйте товарищи меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кей-поп моя спонсор дана заказала мне песню пица композитора немножечко режиссера dpr и она которого вообще в миру все знают как кристиана ю про товарища я скажу сейчас два слова я на этого ни разу еще не реагировал до этого на его песни и он вообще астралеец просто переехал в корею уже в таком относительно сознательном возрасте сколько я понимаю изначально он там рос один с матерью в подростковом еще возрасте ему поставили диагноз биполярное расстройство в частности это повлияло на его творчество потому что вот сейчас я буду реагировать на песню лимба я про это скажу пару слов на самом деле потому что он себе даже создал такое альтер-эго своего рода вот скажу когда буду реагировать надеюсь по крайней мере и да он немножко участвовал даже хериметал группе когда переехал в корею вообще планировал изначально заниматься только танцами не собирался таки поп-айдолом но потом его заприметили в одном агентстве и подписали с ним контракт в итоге он 2012 по 15 год был в группе под названием сиклаунс сиклаун простите не клаунс клаун вот потом группа развалилась она не так долго существовал на самом деле и в 2000 по моему двадцатом году да все совершенно верно он основал свое агентство собственно говоря но расшифровывается как дипиар расшифровывается как dream perfect режим режим простите не режим режим а и поэтому у него такой цинический псевдоним да и он появился дипиар и он дебютировал двадцатом году потом выпустил студийный альбом свой первый и вот как раз в октябре по моему дать ничего не путаю минувшего года 2023 у него вышел альбом который называется одну минуту дорогое безумие dear insanity куда я вошла песня limbo на которые сейчас и отреагируют вот очень вкратце вроде как все спасибо еще раз за заказ дания сейчас будем слушать будем смотреть клип который вот как бы очевидно что-то в эту сторону безумие убийца но вас попрошу поставить лайк принципе начало этого будет более чем достаточно давайте теперь и он или christian you 321 поехали должен прочитать я никогда не был безумным за исключением тех случаев когда была тронута мое сердце затронута мое сердце эдгар алан по то ли звор на трещу откуда кстати он здесь похож чисто по визуалу на ворона на бренда 0 исполни бренда ли из фильма до удашу чёрта приятно что-то изображает не в очередной раз жокера оборона Но, обратная съемка. Первая половина — это такая гиперсит, насколько я понимаю, часть его личности. Ух ты, крутая харяга. Кстати, хорошая музыка и очень стильный клип. Очень интересное сочетание пианино, как-то странных синтов, струнных и много чего еще. Тут, видимо, ступает его вторая часть личности, альтер-эго. Мистер Инсентис, я ничего не путаю. Мистер Инсентис Сурово. Даже очень мне понравилось, пожалуй, даже весьма. И по музыке это хорошо, по клипу вообще прекрасно и замечательно. Здесь, соответственно, когда я читал объяснение того, что он хотел сказать этим клипом, то вот его две части... Его личности разрывают как бы Митто и мистер Инсентис. А он на самом деле хочет просто быть Иэном. Или Яном. Или как бы то ни было, на самом деле. Соответственно... Сурово. Да, смотри, еще раз. И как же, повторюсь, приятно, что... Нет, я не имею ничего против изображения Джокера очередного. Почему бы и нет? Просто, когда что-то сверх это... Знаете, Джокер... Господи, как ее... Ну, вы поняли, которая подружка Джокер. У меня с головы сегодня вылетело. У меня сегодня с головы много чего вылетает. Harley Quinn. Вот. Это все мило, но затасканно уже. А вот Ворон... Как бы... Это хорошо. В общем, в оригинале это на самом деле фильм называется... Кроу. Ворона. Не Семь Ворон. Ну, по-русски он назван так, потому что главный герой мужчина. Вот это очень необычное по звучанию. Такое просто давление на уши. Совершенно истерично я пианино играет на фоне. Для человека, который изначально занимался танцами и собирался петь, поет он довольно хорошо. Все это смертельно серьезным лицом. Ух ты, вот это хороший момент. ПTer. Оставил в его сердце.. В подвале и вороны там разбирают на кусочки. Песня хорошо переходит из суперспокойных тем к таким достаточно быстрым. Нет, это очень крутая харяга. И она и снята хорошо опять же, с замедлением и ускорением правильных местах. Хороший эффект наложен на окружающихся. Уф, вот это тоже хороший момент. Еще есть такие... Еще и глаза у них загорают. Сразу же бит пошел яростный. Просто скорость песни в VPM увеличивалась в несколько раз. Это прям какой-то драмендейс случился. А что-то написано, простите. DPR Visuals плюс Ian. Интересно. Опять замедление. А вот такие качели эмоциональные мне нравятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она еще и по тексту криповатая, и по видео криповатая. И все здесь криповатая, и в ворон улетел. Слушайте, это очень здорово. Я смотрел изначально продажи. Продажи там не сильно высокие. С другой стороны, до сольного певца это так плохо. 3 тысячи, 5 тысяч в Корее. Но при этом он в 2022 году попал на десятое место в списке самых прослушиваемых солистов кип-опа в мире. Ну, то есть, статистика бралась по миру. Считались только мужчины и солисты. Так, по-моему, мужчины и солисты. Может быть, кстати, не обязательно. Может быть, просто солисты и солистки. И вот он, десятое место. Это уже довольно-таки хорошо. То есть, скорее всего, я надеюсь, он хотя бы нормально зарабатывает. Почему я говорю про заработки? Потому что, ну, хочется поддержать товарища, да, талантливого. Spotify. Spotify обычно не сильно много получает. Но если много просмотров, тогда все хорошо, все четенько. В общем, респектище. Надо, наверное, даже как-то послеживать за творчеством этого товарища. Надеюсь, у него все-таки в целом с менталкой все хорошо. Что он какие-то свои вот проблемы изливает в музыке. Хорошо, если это так. И хорошо, если он там постоянно ходит к психологу, общается или, не знаю, справляется с помощью друзей или сам. Главное, чтобы справлялся. Вот. Это самое главное моя. В данном случае мысль. Потому что слишком часто, когда у артистов проблемы с менталкой, ничего хорошего это не приводит. Но я в Ю, в Кристиана, в Иана. Кристиана, да, Иана. Видимо, так. Верю. Вот. Спасибо большое еще раз, Дане. Очень крутой заказ. Буду потом, наверное, присматривать, прислушивать, показывать другим людям. Все. Не забывайте, что можно меня поддержать на бусте. И тогда вы, как Дана, сможете мне заказывать какие-то вещи. Свои любимые или какие-то необычные. Или какие-то, не знаю, популярные. Да, все вместе. Вот. Адьос. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok